Здравствуйте! В эфире телекомпании «Город» программа «Семь минут». Тема эфира – суррогатное материнство. Получить ребенка как дорогой в прямом и переносном смысле подарок сегодня можно. Но готовы ли родители, тем более, если они в зрелом возрасте, адекватно воспринять этот процесс? Об этом мы говорим с заведующим профессорской поликлиникой Рязанского медицинского университета Юрием Гусаком. Давайте начнем вот с чего. Действительно ли эта тема сегодня так актуальна? Или, в общем-то, тенденции были всегда, но после последних некоторых событий мы снова об этом заговорили? Суррогатное материнство – это как элемент хорошей, качественной науки. Возможности увеличились. Хотя мы не пионеры люди, не пионеры. Было у животных, когда и суррогатное материнство было давным-давно придумано. Ну вот, наконец-то, добились хороших результатов и в отношении женщин. Актуально оно или нет? Трудно судить, ведь нет четкой статистики в отношении того, сколько нуждающихся именно в данном виде помощи. Можем косвенно судить об этом. Мамочки не говорят, носишь для себя или носишь для того, чтобы отдать. Правильно? Статистики безусловные. Безусловно. Ну, проблем тут много. Во-первых, юридические аспекты. Во-вторых, это морально-этические. Не происходит ли размывание чувства материнства? Как поведут себя дети после родов? Уже взрослее узнают, что их вынашивал другой человек. И именно с позиции суррогатного материнства. И так далее. Тут еще только-только начало пути. А если судить реально о том, кто родители? То есть родители – это не суррогатная мама все-таки, да? А мама и папа, которые будут воспитывать генетически? По идее, да. По идее, да. Когда яйцеклетка и сперматозоид известных людей и отдается третьему человеку, и тогда возникает суррогатное материнство. Оно даже суррогатным называется. Оно неестественное, в общем-то. Но бывают и случаи, когда яйцеклетку забирают от другого человека, донорские. Она не способна женщине, например, дать яйцеклетку. И по договоренности вынашивают вроде как бы от третьего лица. Еще сложнее. Поэтому, когда возникают юридические вот эти моменты, то порой бывает трудно усновить и материнство, и отцовство. Не знаю, кто донором является. Если я правильно понимаю, подсадить яйцеклетку не так-то просто. Бывает несколько попыток. Все это дорого стоит. Это действительно так? Или вот мы нашли маму, мы решили, что мы хотим это сделать, и дальше в путь? Вы знаете, когда человек здоров, он и она не спрашивают. Все получается естественно, красиво. Одно неловкое движение, как говорил знаменитый наш, и ты уже отец. Что касается проблем, то здесь и возникают. Раз проблемы были до попытки, скажем, внедрения оплодотворенной яйцеклетки, и начинается целая серия всяких неудач. Причем зачатие, да, в пробирке, а перенос в полости матки бывает неудачным. И поэтому, ну, где-то до 30%, если вот эта оплодотворенная яйцеклетка приживается, так уж говоря, обычным языком, в полости матки, в слизистой матки, то тогда 30% всего лишь. Представляете, какие проблемы, значит, существуют. Любая женщина, которая носит под сердцем ребенка, она, естественно, переживает, у нее меняется весь цикл, все представление о чем-то, от питания до абсолютно всего. Видимо, очень сложный психологический момент, включая наличие пострадового синдрома, отдать малыша. Ну, есть случаи, когда не отдают. Есть. Это очень, это чрезвычайно сложно. Нужно иметь, конечно, характер. Ну, а ребенок-то чужой, по сути. Чужой, но он мною выношен, вы понимаете? Что такое чужой, что такое свой, да? Мы же его ощущаем, когда он растет, и кошка бывает своей, да? И щенок он превращается в своего. А человечек, который тебе смотрит в глаза, он, естественно, становится твоим близким, родным. И в моем окружении есть немало людей, которые брали детей на воспитание, и они становятся похожими на родителей. Это удивительно. По манерам, по ведению разговора, по отношению к жизни. Это уже воспитуемый момент. А кому сложнее? Маме, которая отдает, или маме, которая получила? Это же не подарок, это не машина, не сотовый телефон, это ребенок. Вот он твой, его нужно любить. Не просто воспитывать, его нужно любить, нужно хотеть этого ребенка. Это очень трудно сказать. Мне вот представляете, что это отношение такое же, как у мужчины. Ведь он не вынашивает, да? И он с ростом ребенка… Привыкает. Не привыкает, а возникает вот эти нормальные отцовские чувства. И они очень глубинные, они очень серьезные. А что касаемо женщин, удивительное дело, я не знаю. Я разговаривал после вашего разговора, вот этого предложения, разговаривал со своими пациентами, которые готовятся там и какого, и пытаются зачать в естественном цикле. И отношения весьма разные. Я не услышал от своих пациентов… Наверное, когда проблемы есть, начинаешь мыслить немножко по-другому. Видимо. Но я не услышал возгласы радостные, что да, как здорово. Всегда задумывается насчет этого. Физически это трудно. Я понимаю, что выносить, да, любая женщина, в принципе, способна это сделать, если у нее нет проблем, если уже есть детки. Ну, вот ты отдал ребенка, потом это стресс, это какие-то гормональные сбои. Как это все происходит? Так же, как у любой мамочки? Скорее всего, так, поскольку ничего необычного она не испытала, кроме психоэмоциональных вот этих нагрузок. Тут еще дело вот в чем, что она все-таки сознательно, это не насилие, да, а сознательно идет на данный шаг, когда порой стоит решение ее внутренних задач, там, семейных, ведь идет эта же огромная сумма денег, которые она получает, ну, может быть, не совсем уж огромные, большие, проблемный вопрос, который бывает в семье. У меня возникает вопрос, как у женщины. Если тебе нужны деньги, значит, в любом случае ты нуждаешься. Возможно, семья не очень благополучная. Ты можешь быть абсолютно здоров, но иметь каких-то неблагополучных родственников, мужа, который пьет, детей, которые, может быть, не совсем заняты мамой, да, ее вниманием. Так как определить, вдруг категория все-таки будет не та, что не та женщина начинает вынашивать ребенка? Это еще один из сложнейших вопросов. Мы забываем о том, что психоэмоциональный контакт должен иметь место при вынашивании. Это первое. Причем этот контакт должен быть достаточно положительным, положительным в желании его. Дети чувствуют, когда их не хотят или когда их не хотели, а потом вроде родили. И внутренний конфликт, внутренний раздрай существует всегда. Почему внешне вроде меня любят, а внутри сидит то, почему я, в общем-то, как-то волнуюсь. Да потому что там заложены внутриутробно вот эти несогласия или желания его вынашивать. И он по жизни несет, если не раскроется эта тайна, или кто-то догадается сказать, что, мол, ты знаешь, вот мы не хотели тебя. И проблема уйдет. Раньше ведь даже какие-то операции оказались на грани фантастики, особенно на сердце, на каких-то жизненно важных органах. Сейчас это, в принципе, в порядке вещей, и некоторые не так уж дороги. Как вы считаете, суррогатное материнство, оно в будущем все-таки будет актуально? Как что-то повседневное, как привычное? Не хотелось бы. Не хотелось бы. Но оно не будет широко распространено только потому, что на сегодня это элемент зарабатывания денег. Поэтому в плане технологий, наверное, нет проблем. И ЭКО достаточно развит, а там нет особенностей каких-либо для специалистов провести эту манипуляцию. А что касаемо востребованности, ну, оно будет, наверное, продиктовано прежде всего финансово. В принципе, на сегодняшний день женщина, которая имеет все, в смысле половые органы, матку, яичник и так далее, она способна забеременеть и выносить. Что бы вы посоветовали тем женщинам, которые все-таки решатся, может быть, послушав нас или любые другие программы на суррогатное материнство? Будем говорить о них, как о женщинах, у которых есть проблемы с тем, чтобы выносить самим? Ну, удачи пожелать. Чтобы то, о чем мы с вами говорили, не сошлось в одной точке именно на этой женщине или на этом ребенке. Это была программа «Семь минут». До новой встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok